До других тем. Сегодня с ранку в Речицком районе один за одним прохудшало несколько выбухов достаточно великой могутности. Клубы черного дыма поднимались у поветра, но подставы хваляться жахарам новокольных вёсок не было. На полигоне проходил учебно-методичный сбор с упрацовниками следствий подразделения в области. На место выехала и наша сдымочная бригада. В мероприемствах по повышению уровня профессионального мастерства, а кроме полсотни опытных следствий, принимали удел представники Державного комитета судовых экспертиз, Гомельской пограничной группы, войсковой шасти 5525 и МНС. Присутным спочатку продемонстрировали основные виды боеприпасов и выбуховых речевов, с узорами которых есть вероходность встретиться в практичной службовой деятельности. Затым на полигоне были узорваны тротиловые шашки. По глубине и по мере воронок у следствий была могла наглядно оценить, який след покидают выбуховые речевы разной могутности – от 100 граммов до килограмма. А пошние два выбуха были наибольшь цикавыми. Специалисты войсковой части 5525 смоделивали ситуацию террористичного акта с подрывом автомобиля. Следшие и эксперты смогли отточить свое майстерство и на практице отпрацовать деяние при расследовании подобных злочинствов. Один был направленный взрыв, который имитировал подрыв машины, которая стоит в пробке, когда преступник может поставить зерное устройство на крышу. И второй подрыв был произведен, когда мы сымитировали, что преступник заложил зерное устройство под днище автомобиля. Следователь должен в первую очередь организовать работу, должен обеспечить охрану местопроисшествия, оцепление, обеспечить участие в осмотре необходимых специалистов и действовать по методике такого осмотра. У рамках подписанных погоднений об супрацовнестве с ГДУ имя Франциска Скарыны и Гомельским филиалам Международного университета МИЦО в научальном сборе приняли удел студенты юридичных факультетов ГТХ ВНУ. Будущим следшим и экспертам продоставилася махчимость оценить ситуацию, якую на счастье не убачишь у реальным житти. Дмитрий Котов, Руслан Габрилев, Александр Харлампов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Решицкий район.